Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Великую Субботу. За богослужением Святая Церковь читает Евангелие от Матфея, глава 28, с 1 по 20 стих. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Вечер субботный, святающий в единот суббот, «Приди, Мария, Магдалина, и другая Мария, видите гроб? И се трус бы с вели, и ангел Бог Господень сшед с небесе, приступали отвали камень от двери гроба, и сидяше на нем. Беже зрак его, яко молния, и одеяние его бело, яко снег. А страха же его сотрясоша сестрягущий, и выше, яко мертвий. Отвещав же ангел, рече же нам, не бойтесь вы, вем, бо, яко Иисуса распятого ищете. Не с девоста, бо, яко же рече, придите, видите место, и держа лежа Господь. И скоро ше шерците учеником его, яко восста от мертвых, и севаряет вы в Галилее, там его узрите. Селег вам. И ше ше скоро от гроба со страхом и радостью и велиею, текосте возвестите учеником его, икда же и дясте возвестите учеником его, и сей Иисус, сретия глаголя, радуйтесь. О неже преступальше ястесе за нозе его, и поклонитесь ему, тогда глагола има Иисус, не бойтесь. Идите, возвестите, братья мои, да идут в Галилею, и тумя видят. Идущима же има, сенецы от кустадей, пришедши во град, возвестиши архиереем вся бывшая, и собравшися со старцы совет сотвориша, сребреники довольни даша воинам глаголюще, рците, яко ученицы его ночью, пришедши украдоши его нам спящим, и аще сие услышано будет у гемона, мы утолим его, и вас беспечальне сотворим. Ани же, приемши сребреники, сотвориша, яко же на учени быша, и промчеся слово сие во иудеях даже до сего дне. Едини и жена десяти ученицы Идоша в Галилею в гору, ама же повеле им Иисус, и видевши его поклонившися ему, о веже усомневшися, и приступли Иисус речеем глаголя, дадесем и всякой власть на небеси и на земли, шедши оба научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие им люсти вся, в елико заповедах вам, и все, а с вами есим во все дни, до скончания века. Аминь. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Матфей начинает свой рассказ об этом событии сообщением о приходе Марии Магдалины и другой Марии ко гробу на рассвете первого дня недели, то есть воскресенья. По обычаю, во время траура, особенно в первые три дня, близкие и родные посещали гробницы. И если на Марию Магдалину евангелист указывает совершенно определенно, то кем же была другая Мария? Архиепископ Аверки Таушев пишет, «По древнему преданию церкви, изложенному в Синоксарии на день Пасхи, это была сама Божья Матерь». Почему же этого не сказано с полной определенностью? Как объясняет Синоксарий, «что бы не показалось сомнительным из-за того, что свидетельство о таком величайшем событии присвоено Матери». Пресвятую Богородицу евангелисты, видимо, вообще не хотели упоминать, как свидетельницу истинности события воскресения Христова, потому что свидетельство Матери не могло бы быть принято с доверием сомневающимися. Именно Мария Магдалина и Божия Матерь были у Креста и присутствовали при положении Христа во гроб. И теперь, получая награду за любовь, первыми узнали новость о воскресшем Господе и увидели его. Когда же они подошли ко гробу, то сделалось великое землетрясение. И хотя землетрясения в Палестине были довольно частым явлением, евангелист указывает, что это землетрясение было особенным, потому что произошло не по естественной причине, а потому что ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Никакая стража, запоры и печати не в силах были противостоять Божьему посланнику. Его облик отражал сияние Божьей славы и указывал на величие, связанное с богоявлением. Вид его был, как молния, и одежда бела, как снег. Произошедшее было настолько велико и ошеломляющее, и, конечно, женщин поразил страх, который всегда постигает людей в присутствии Бога. А потому ангел обратился к ним со следующими словами успокоения. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите». Но не только ангела увидели женщины. Перед ними вдруг предстал сам Христос и повелел возвестить ученикам о том, что они увидят Его в Галилее. Но необходимо также отметить, что в евангельском повествовании сегодняшнего дня радость и свидетельство о воскресении Христа удивительно соседствуют с неверием, клеветой и подкупом, «Так, когда стражи, бывшие свидетелями чуда, рассказали о том, что видели первосвященникам, то те, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали». Сердца их пребывают в такой слепоте, что слова солдат ничего не меняют. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Стражи исповедуют чудо, идут в город с поспешностью и сообщают главным священникам о том, что видела, совершение чего сотерцало. И эти должны бы были раскаяться и искать воскресшего Иисуса, но они упорствуют во зле, и пожертвованные на храм деньги обращают на подкуп лжи, как и прежде дали 30 серебряников Иуде-предателю. Господь же, предваряя учеников Галилеи, заповедует, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Христос снимает с учеников прежние ограничения, и если раньше их деятельность должна была быть сосредоточена только на народе Израиля, то теперь арена их миссии – вся земля, все народы. Пала преграда, разделявшая богоизбранный народ и язычников, которые по определению были грешниками, осужденными на погибель. Само Евангелие начинается с того, что Великий Свет осиял Галилею, страну язычников. Теперь же именно отсюда ученики будут нести свет и веру всем, находящимся в смертной тьме. Отныне главная задача учеников – научить всех людей соблюдать заповеди Божии. Конечно, апостолы могли прийти в смятение, возможно ли одиннадцати ученикам стать теми, кто просветит весь мир светом Христовым. Но Господь утверждает их, в вере добавляя «И се я с вами во все дни до скончания века». И это великая надежда, которую Господь дарует миру и ученикам. Мы же с вами, дорогие братья и сестры, тоже являемся учениками Христа. Господь посылает нас быть светом этому миру, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Таким образом, своим пришествием в этот мир Спаситель проводит черту между светом и тьмой, между добром и злом. И каждый человек с радостью, встречающий Пасху Христову, принадлежит свету. Свет Христов распространяется на всякое Божие творение и наполняет наши сердца радостью. И только этот свет укрепляет нашу веру и дает понимание того, что путь, по которому идут ученики Спасителя, это спасительный путь добра и правды. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok